Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Жизнь за квадратные метры. К финишу близится громкое дело черных риэлторов. Самара преображается. Парк 50-летия октября благоустроят, а улицу Победу от проспекта Кирова до Елизарова отремонтируют. Пришли, увидели и сделали. Жители гвардейского переулка создают двор своей мечты. Выпускной с телезвездой на телеканале Самара Гиз стартовала новая промо-акция. Песок не в помощь. Крылья Советов проиграли первый этап чемпионата страны по пляжному футболу. Дело близится к развязке. В Самаре судят банду черных риэлторов. На скамье подсудимых 6 человек. Они обвиняются в мошенничестве, похищении паспорта, убийстве и других преступлениях. Из зала суда репортаж Марины Матвейшиной. Подсудимые старательно прячут лица от камеры, пока прокурор выступает с речью. Сегодня в областном суде начались премии по делу черных риэлторов. Шестеро человек обвиняют в мошенничестве. Троих из них в убийстве жительницы Самары Татьяны Кладчиковой. Женщина получила в наследство квартиру на улице Георгия Димитрова и частный дом с участком в Зубчининовке. При этом в собственности у нее уже была квартира на проспекте Кирова. Тогда же она познакомилась с риэлтором Цаплиной, которая втерлась в доверие, часто бывала дома у погибшей и через некоторое время похитила ее паспорт. Чтобы продать квартиру на Димитров без ведома Кладчиковой, в документ вклеили фото другой женщины, подсудимой Ледовских. Просто человек сказал, что она согласна, что она в Хабаровском крае, наркозависимая, не может. Да, я поэтому согласилась. А я же не думала, что так все получится. Но была трудная ситуация. Меня также лишили квартиры. Жила на квартире, работала, лишилась работы. Злоумышленники сначала продали одну квартиру, потом оформили доверенность у нотариуса на продажу остального имущества. Однако специалисты заподозрили подделку. К тому времени Цаплина успела уже получить задаток за вторую квартиру в 900 тысяч рублей. Думала, это обычная купли-продажа. Думала, так сильно она доверяет своей Цаплине, поэтому пошла на это. Просто продать квартиру, моя была даже не задача, как тут было все сказано, а просто она позвонила, говорит, продать обычную, как обычная сделка. Когда настоящая владелица недвижимости заподозрила неладное, Цаплина решила убить ее, чтобы скрыть преступление. Наняла исполнителей. Жертву вывезли в поле в Красноармейский район, но она успела отправить СМС подруге, что, возможно, не вернется и просит за все прощение. Несчастный несколько раз выстрелили в голову, затем пытались душить, после чего полуживую бросили. Если бы ее положили в машину, то есть, ну, как вот они нам на стадии следствия говорили, что они убивать ее не хотели, что все это было спонтанно, что Петериков вроде выстрелил в нее, потому что вот она там ругаться начала, у них была возможность положить ее в машину, довезти до больницы. То есть, в общем, по трассе там получается это, наверное, Чапаевская самая, ну, большая больница, то есть Чапаевская ЦРБ, в том числе хирургическое отделение, ну, и вполне можно было человека спасти. Ну, об этом как раз свидетельствует умысел именно на убийство, что они это не сделали, поскольку они, ну, изначально этого не собирались делать, ну, в результате их действия как раз смерть и наступила. Через несколько дней сын убитый обратился в полицию. Следователи тут же задержали наемников, а потом вышли на всю преступную банду. Обвинение запрашивает наказание в виде лишения свободы всем участникам от 3 до 19 лет. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. А теперь расскажем о хороших событиях. Самарский парк 50-летие октября благоустроит, улицу Победа от проспекта Кирова до Елизарова отремонтируют. Об этом шла речь на расширенном совещании, которое провел губернатор Николай Меркушкин. С просьбой привести в порядок парк и улицу главе региона обратились жители Беземянки. В прошлом году по поручению Меркушкина работы в парке уже начались. Там заменили проблемную канализацию. До следующей весны обновят знаковые объекты. Монумент «Солдат Победы», «Вечный огонь», памятную стену с именами героев Советского Союза. Отчистят озеро, заменят инженерные коммуникации фонтана «Царевна-Лебедь». Всю территорию озеленят, обновят лодочную станцию, установят лавочки, урны, два стационарных туалета и антивандальное уличное освещение. Что касается комплексного ремонта участка улицы Победы, то по проекту отремонтируют фасады 32 домов, обновят ротуары и газоны, приведут в порядок скверы, дворы, детские и спортплощадки. Хорошо, давайте по улице Победы я за. Давайте через источники разные двигаться дальше и по другим районам. В любом случае, мы основные эти вещи так или иначе должны эту работу вести. Все работы по укладке плиткой тротуаров к стадиону «Самара-Арена» должны быть выполнены со стопроцентным качеством, потребовал губернатор от подрядчиков во время визита на спортивный объект. Николай Меркушкин оценил качество и дизайн представленной плитки. Сочетание контрастных цветов – белого и черного, небольшой размер, прямоугольная форма – показались участникам встречи хорошим решением для тротуара, ведущего непосредственно к центральному входу на стадион. Отдельно губернатору представили плитку, выполненную в цветовой гамме эмблемы футбольной команды «Крылья Советов». В особо значимых местах стадиона планируется выложить символику Самарского клуба. Губернатор особо подчеркнул, что независимо от того, какая плитка будет уложена, производители и строители должны выполнить свою работу на высшем уровне. Особое внимание поручено уделить качеству укладки. Вот я наступил, между этой и этой, все. Заодно ночи собрали, Николай Иванович? Нет, но все равно. Он ведь вот в этом месте снова, ты его ребро чувствуешь. Почему? Я не думаю, что именно в этом месте вы сделали так, что подошва немножко там... Ну, стыков больше вопросов нет. Взялись всем миром, навели красоту. Жители домов Гвардейского переулка привели в порядок свой двор. В этом им помогали активисты Общественного совета микрорайона, так называемого третьего уровня власти. Новые структуры появились в Самаре недавно, но уже есть результаты. О совместной работе жителей и общественников расскажет Олеся Корецкая. Годовалый Савелий так рад свежему песку, что проверяет его даже на вкус. Песочница во дворе в Гвардейском переулке – лишь часть большой совместной работы местных жителей и Общественного совета микрорайона. Много лет двор был в запустении, вспоминает старшая по дому. Солнечный свет закрывали пухонесущие тыполя, на газонах ничего не росло. Жители обратились в Общественный совет микрорайона с просьбой помочь привести двор в порядок. Нам спилили все четыре тополя, убрали весь мусор отсюда, своими силами сделали песочницу, председатель привез нам песок. Такой радости детей я вообще не видела и не слышала, как они тут визжали и что они тут делали. Вместе помогал веревки развешивать, помогал песочницу делать, клумбу разбил из своих окон, я очень люблю цветы. Работа закипела и продолжается по сей день. Жители разбили клумбы, посадили цветы и деревья. Пока это совсем молодые саженцы, но через несколько лет здесь будет и грецкий орех, и черемуха, и хвойные. Все сделали люди, особых вложений сюда никаких не было, если вы видите, и газоны разбиты, и песочницу сделали. Самое главное, что люди поверили в то, что все можно сделать своими руками, и никаких особых вложений не надо. Надо просто выйти и захотеть. В планах обустроить зону отдыха и небольшой спортивный уголок. Жители намерены пойти дальше и вместе с активистами общественного совета микрорайона готовят заявку на участие в программе «Комфортная городская среда». Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События. 80-летний юбилей отмечает легендарный российский ученый, член-корреспондент Российской Академии Наук, герой социалистического труда Геннадий Аншаков. Свыше 30 лет он зам генерального конструктора РКЦ «Прогресс». Выдающийся ученый внес значительный вклад в создание надежных ракетоносителей среднего класса типа «Молния», «Союз», «Союз-У», «Союз-ФГ», а также их последующих модификаций «Союз-2», «Союз-СТК». Также в числе его разработок – комплексы управления национальными космическими системами, позволяющие решать широкий спектр задач как по наблюдению за земной поверхностью, так и по управлению и функционированию космических аппаратов. Юбиляра, который полон сил и по-прежнему занимает почетное место в строю отечественных ракетостроителей, поздравил губернатор Николай Меркушкин. Человеку 80, мы должны все с вас брать примеры, даже в этом отношении. Вы и сегодня очень такой активный, боевой, острый, живой во всех отношениях. И, конечно, это очень о многом говорит. Вы прожили такую жизнь, где вы постоянно творили, работали вдохновенно, творчески, с воодушевлением. Работы очень и очень много. Я пока тоже задействован в этих делах. Поэтому, знаете, какого-то вот даты такой для меня, что вот завтра сегодня так было, завтра это нет. Естественный процесс идет уже много-много лет. И еще одно народное признание накануне Дня медработника, заведующий отделением детской реанимации и интенсивной терапии Самарского областного кардиологического диспансера Ирина Козева, представлено к званию народный врач Самарской области. Андрей Горгуленко пообщался с героем нашего времени. Ирина Козева, врач-анестезиолог-реаниматолог, совершает традиционный осмотр пациентов. Работа не останавливается ни на секунду. За год через ее деление реанимации и интенсивной терапии проходит около 400 ребят. Когда Ирина начинала свою профессиональную карьеру, детская реанимация, как отдельное направление медицины, только зарождалась. Все это было на глазах моих, как это было интересно. Мы все были очень полны сил, энергии, энтузиазма. Всякие технологии новые развивались, мы их внедряли и видели, какой-то результат приносит положительный, все больше и больше детей выживает тяжелых. Это все на глазах. Ирина спасает детские жизни уже более 30 лет. Она уверена, без поддержки коллег не смогла бы так успешно работать. Команда – это главное. Говорит, что ее окружают только замечательные люди. Коллеги отвечают взаимностью. Врач, который все эти 30 лет борется за жизнь детей, ну это стоит глубокого уважения. И последние годы идут, а борьба за жизнь все в таком же темпе, в таком же ретене, которое было в начале ее карьеры. В преддверии Дня медицинского работника Ирину представили к званию «Народный врач Самарской области». Но она признается, главная награда – это счастливые и благодарные родители. Когда родители видят труд наш, и как все стараются, как работает команда, они, условно, очень благодарны, они хотят поддерживать связь. Очень часто в праздники какие-нибудь кто-нибудь может посетить, порадовать нас, поздравить нас. Это очень приятно. Своих пациентов Ирина Козева не забывает после лечения. Она видит, как они растут, заканчивает школу и даже женится. А ребята считают ее неотъемлемой частью своей семьи. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин, События. Профессиональный праздник отмечают и сотрудники Самарского государственного медицинского университета. Правда, многие на рабочих местах. Сегодня это не просто кузница кадров международного уровня, но и фабрика инновационных технологий. Через два года университет отметит столетие. В учебном заведении гордятся как традициями, так и современными достижениями. В структуру университета входят 11 факультетов и 80 кафедр, собственные клиники и три образовательных института. Высокий научный потенциал вуза определяют семь научно-исследовательских институтов. В университете успешно работают шесть диссертационных советов по 15 специальностям. Подготовка научных кадров в аспирантуре и докторантуре проводится по 38 специальностям. Я в целом своих коллег и студентов тоже. Я их не просто уважаю, я их люблю. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а сотни людей, они же работают в операционных. Главная вот наша задача, я имею в виду сотрудников университета, у нас их работает 400 тысяч человек, в клинике вот 9200 здесь работает. Это три единые задачи. Учить, лечить и заниматься наукой. Три года тому назад, в 14 сентябре, мы создали кластер. При личном участии губернатора. Вначале там было 25 организаций, которые вошли в кластер. Сейчас их 65. Я только вот проводил недавно заседание этого кластера, мы еще 10 приняли. Так что, дорогие друзья, с праздником. Замечательным нашим профессиональным праздником Днем медицинского работы. На Мустрюковской поляне тоже кипит жизнь. Третий образовательный день проходит на Иволге. В этом году молодежный форум юбилейный, пятый. И к тому же рекордный участников почти 12 тысяч против семи в прошлом. На Иволге работает наш корреспондент. Валерия Макарова о том, что сегодня в программе форума. Третий день на форуме Иволга обещает быть очень насыщенным. Для 2000 участников проведут более 60 лекций, мастер-классов и тренингов. В числе спикеров – ведущие эксперты в сфере журналистики, культуры, волонтерства, бизнеса, спорта. Также сегодня стартует конкурс плакатов на тему эффективного использования энергии. И открывается выставка экспонатов историчных материалов. Кроме того, сегодня поляну посетит глава Самары Олег Фурсов. Он открывает шатер, посвященный Чемпионату мира по футболу 2018 года. Подробный репортаж о том, как это было, смотрите в наших следующих выпусках. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Почти 900 миллионов рублей с федерального бюджета дополнительно получит Самарская область на ремонт дорог. Сколько из этой суммы выделят Самаря, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть дорожает. Баррель марки Brent стоит 47 долларов 30 центов. Валюта тоже прибавляет в цене. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 57 рублей 74 копейки. Евро 64 рубля 45 копеек. Золото стоит 2327 рублей, серебро 31 рубль 14 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 8 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 71 копейку. От летнего отдыха в этом году отказались 20% россиян. Следует и запросы Левада Центра. Столько же решили провести отпуск на даче. На дороге Самарской области из федерального бюджета выделили еще 882 миллиона рублей, сообщило Министерство транспорта. Деньги делили по заявкам от глав муниципалитетов. В результате больше всего 65 миллионов направят в Самаре. О злостным неплательщикам региона будут постоянно напоминать о долгах по СМС. Сообщение с текстом «В отношении вас возбуждено исполнительное производство» получат все, кто не выплачивает штрафы, алименты и пошлины. На этом все. Удачи в делах! Наш телеканал запускает акцию «Выпускной на ГИС». Соберите своих одноклассников, запишите видеоприглашение, загрузите ролик в социальные сети с хэштегом «Выпускной на ГИС». Набирайте лайки и просмотры. К победителям на выпускной вечер приедут ведущие телеканала и съемочная группа. Вас увидит вся Самарская область. Подробности на нашем сайте www.samaragis.ru А теперь расскажем о спорте. Что газон, что песок. Самарские крылья советов. Пляжный футбольный чемпионат России начали с поражений. Подробнее расскажет Андрей Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Пляжные крылья советов начали чемпионат с поражений. Самарские техвандисты уезжают из Люксембурга с медалями. Самарская Лука готова встречать веломарафон. Воскресенье 18 июня на территории национального парка Самарская Лука в районе села Подгоры состоится ежегодный веломарафон. В этом году в нем примут участие спортсмены Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, Саратова, Ульяновска, Уфы и Челябинска. По предварительным данным, количество участников составит более 200 человек. Спортсменам будет предложено два вида дистанции. Два круга по 40 километров и полумарафон из одного круга. Трасса пролегает по территории национального парка Самарская Лука. Маршрут характеризуется разноплановостью покрытия и рельефа. Набор высоты на круге составляет примерно 550 метров. В субботу, 17 июня, накануне основного старта, будет организован детский заезд. В Люксембурге прошел международный рейтинговый турнир G1 по Тэквондо Люксембург-Опен-2017. По его итогам спортсмены из Сызрани завоевали две медали. Цель этого турнира – набор международного рейтинга для отбора на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в японском Токио. В соревнованиях принимали участие представители Сызранской Гаусс-Шор номер 2. В весовой категории до 62 килограмм Юлия Турутина завоевала золото. Серебряную медаль в весе свыше 87 килограммов получил Рафаиль Аюкаев. А ранее Юлия Турутина завоевала бронзу на рейтинговом турнире G1 Austria Open, который прошел в Инсбурге. В Санкт-Петербурге стартовал первый этап чемпионата России по пляжному футболу. Самарские крылья советов проводили свою первую игру с местным кристаллом. Самарцы уступили со счетом 2-5 и свои голы смогли забить лишь в последнем третьем периоде. Отличились бразилец Мартинс и Кирилл Аникеев. Волжане пытались уйти от разгрома, но сказался уровень команд. Во втором туре крылья советов встретились с московским Спартаком. Самарцы вели по ходу матча 2-1. Дубль оформил Мартинс. Но в концовке пропустили три безответных мяча. Итог 2-4. Сейчас волжане занимают предпоследнее, восьмое место в таблице чемпионата России. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Сейчас на стадионе Самара-Арена установлен 71 консольный блок из 96-ти. Сборка металлоконструкций купола ведется в 4 потока 6 кранами высокой грузоподъемности. Монтаж планируется завершить в июне. Также подходят к концу работы по укладке сетей стадиона. Система водоснабжения готова более чем на 70%, а работы по устройству системы теплоснабжения завершены полностью. На объекте также ведется остекление. Первый этаж готов на 100%, а второй, четвертый этажи на 91%. Заключен договор подряда на выполнение работ по устройству футбольного поля. Вовсю ведется отделка внутренних помещений. Не теряют времени строители и работают на улице. Начали заливать фундамент, ограждение и строить входную группу. Именно здесь, через центральные ворота, и будут заходить болельщики. В работах задействовано почти 2500 строителей и 148 единиц техники. А общая готовность стадиона составляет около 65%. Реконструкция площади Куйбышева не затронет памятник Куйбышеву из здания Самарского театра опера и балета. В настоящее время в рамках реконструкции площади Куйбышева, которая во время чемпионата мира 2018 станет местом проведения фестиваля болельщиков, идут работы в четырех скверах, прилегающих к площади. Днем здесь рабочие демонтируют асфальтовое покрытие, бортовой камень, система освещения, а ночью вывозят грунт. В дальнейшем тротуар по периметру площади и в скверах выложат плиткой. Будет переустановлен гранитный бортовой камень, смонтированы новые линии коммуникации для обеспечения воды и электроснабжения. Проложен электрический кабель для обеспечения энергии и техники, которую используют на массовых мероприятиях. Также приведут порядок ограда скверов. Поврежденные элементы отремонтируют, а те части, которые не подлежат восстановлению, заменят новыми. Сдать объект планируется в октябре этого года. Более 200 миллионов рублей выделили дополнительно на реконструкцию четвертой очереди набережной. Работы стартовали здесь в марте этого года. Сейчас практически полностью заменили коммуникации. Рабочие укладываются в график. Начались восстановительные работы на стеле «Ладья». По проекту после ремонта на этом участке набережной появятся зоны для отдыха, детские и спортивные площадки, бульвар с велосипедными дорожками, современная инфраструктура, а также амфитеатр и самый большой в России фонтан. Он будет трехуровневым, и площадь его составит 385 квадратных метров. Помимо этого приведут в порядок бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди набережной. Часть прогулочной зоны отведут под велодорожки. Завершить ремонт четвертой очереди набережной планируют до конца года. На заводском шоссе завершают перекладку коммуникаций. На объекте работают 25 человек. Работы начались здесь в декабре прошлого года. Восстановить дорожное покрытие подрядчики планируют в конце сентября. Глава города поставил задачу сократить сроки и завершить ремонт до начала осени. После реконструкции заводское шоссе станет в два раза шире. Будет организовано по две классы движения в каждую сторону. Здесь появится велосипедная дорожка. В настоящий момент заканчивается проектирование второго участка заводского шоссе. От улицы 22-го партиеза до улицы Земеца, общая протяженность которого составит чуть больше трех километров. В Самаре восстановят еще один фонтан. Сейчас возле Шанхая от него нет и следа. Но старые фотографии свидетельствуют – был. И глава города принял однозначное решение – восстановить фонтан обязательно. Работы в сквере в самом разгаре, но уже сейчас видно, что это будет совсем иное качество. О том, чтобы провести реконструкцию территории, жители говорили как минимум последние 10 лет. И вот теперь, в преддверии Чемпионата мира по футболу, у города появилась возможность навести здесь порядок по столичным стандартам. Все-таки рядом Ледовый дворец, цирк, губернский парламент и этот сквер – визитная карточка города. Сквер на улице Молдогвардейской станет, как это и было исторически задумано, одной из главных достопримечательностей Самары. Здесь будет уложено новое плиточное покрытие, обустроены зоны отдыха и газоны. К первому сентября все работы должны быть завершены.